Всем привет! Итак, я наконец-то переехал, можете меня поздравить, сейчас я живу в Нидерландах и надеюсь надолго. У меня наконец-то появилась возможность снимать для вас видео, так что да, просите за довольно-таки долгое отсутствие, постараюсь поскорее вернуться к прежнему графику. Также хочу напомнить, что так как в моих роликах нет рекламы, причём вообще никакой, ведь монетизацию для моего канала YouTube отключил, спонсором этого ролика является мой Телеграм, приятного просмотра. У каждой игры есть свои хейтеры, думаю это факт, и как ни странно, у Геншина они тоже есть, именно поэтому я и подумал, а что если сделать обзор на их видео и посмотреть, за что же они так не любят Геншин, прошу не путать их с игроками, ведь именно игроки и так знают все минусы нашей любимой игры, а хейтеры же, почти не играв, составляют своё мнение, по типу, Геншин похож на аниме, значит Геншин говно. И хоть это всего лишь пример, но есть люди действительно так считающие. Ну что ж, давайте посмотрим на хейтера, в честь которого и было снято это видео. Канал пациента называется Дефолтный Олег, 4К подписчиков, мёртвый канал, всё как мы любим. Как я понял, он пытался стать ютубером, ведь на канале есть видео по типу, смотрю тикток, ответы email.ru и прочий развлекательный контент. Но видимо что-то пошло не так, и он докатился до видео, Геншин импакт хуже не придумаешь. А знаете, я уже заинтригован. Геншин импакт, одновременно прекрасная и отвратительная игра. Открытый мир, гарем из красивых мальчиков. Вот они все, слева направо, мои любимые BTS. Встроенное казино, в котором есть шанс выбить ещё больше невероятно привлекательных мужчин за донат, либо же потратив несколько десятков часов, ежедневно заходя в игру и выполняя квесты. Ну да, а что тут собственно плохого? Во-первых, про казино и гарем это типичная гача. Ничего нового для жанра тут нет. Просто в некоторых гача играх она более или менее жадная. В Геншине же, как мне кажется, всё с этим хорошо. Игроки точно знают шанс выпадения Леги, и отлично знают, что даже в худшем случае она выпадет. Ведь есть система гаранта. Во-вторых, это игра-сервис, и каждому понятно, что контент в основном это фарм. Уж простите. Геймплей частично взятый из Ведьмака, атмосфера напоминающая SWORD ART ONLINE. Чудесно, не правда ли? О чём ещё можно только мечтать? Ммм, если честно, я вообще первый раз слышу о сравнении Геншина с Ведьмаком. Я думал довольно долго, но всё равно не понял, к чему это. Ну чем похожи эти игры? И как их вообще можно сравнивать? Зачастую все говорят о Зельде. Наверное, автор просто не знает ни о чём, кроме Ведьмака. Хотя спойлер знает, и к сожалению, это тоже приведёт к некорректному сравнению. По поводу Мастера Мича онлайн, это правда. Но так как игра не MMORPG, сравнивать их можно только когда в первый раз заходишь в игру. Так что новичкам простительно. Ну, мне есть о чём. Всем привет, с вами я, Олег. Ноунейм, который может поднасрать настроению любителям этой игры. Полуодиночной полуонлайн игры. Тут уже мы точно видим позицию автора. Настроен он исключительно негативно. И пытается хоть как-то задеть людей, играющих в Геншин. Не знаю, возможно это байт на комментарии. Возможно это просто байт. Непонятно. Хотелось бы начать с того, что мне было обидно с самого начала этой игры. Когда меня лишили полностью возможности создать своего собственного главного героя. Мне дали исключительно выбор из двух готовых персонажей. Хочешь, на тебе мальчик. Хочешь, на тебе девочка. И всё. Я не говорю о том, что мне нужен какой-то глобальный редактор создания персонажа. Мне нужно то, что хоть как-то меня бы с ним связывало. Банально можно было бы сделать простенький редактор создания персонажа на уровне Наруто Табаруто Шиноби Страйкер. То есть, выбор из готовых причесок, выбрать цвет глаз, форму лица. И всё. Этого было бы вполне достаточно. Это создало бы хоть какую-то связь между игроком и главным героем. И сподвигло бы игрока более-менее уделять время на развитие главного героя. А не искать быструю замену в виде других персонажей. Да, этот парень просто гениален. Но по поводу персонализации, да, это не круто. Но она банально невозможна в игре. Персонаж, которого мы выбираем в начале игры, именно что персонаж. Итер или люмин. И сделаны они лишь для начала игры. Почему? Да потому что игра как раз же и подразумевает, что они временные. Пока вы не выбьете себе лего или персонажей получше. Игра банально на этом зарабатывает. И делает так, чтобы бесплатные персонажи были хуже, чем те же лего. Да, грустно. Но это бизнес. Казуальная боевая система. Нет, ну серьезно. Бой состоит из нажатия левой кнопки мыши. Е. Ку это ульта. И правая кнопка мыши, которая является неким скачком. Как у Цири в Ведьмаке. Ну только расстояние чуть поменьше. И по тебе все равно есть шанс попасть. Опять сравнение с Ведьмаков. И непонятно зачем. Ведь как мне казалось, рывок есть во всех играх. Мне реально не хватает большего количества скиллов. Нет, ну сами подумайте. У каждого персонажа есть. ЛКМ. ЛКМ в прыжке. Ешка, которая наносит урон. Еще и стихией, которой пользуется персонаж. Ку. Это ульта. И в принципе все. Б-б-б. Нехватка скиллов компенсируется большим количеством персонажей в отряде. Но извините меня. Вы реально считаете то, что взять, переключиться на перса, херануть ешку. После этого переключиться на другого перса. Снова ударить ешкой. Потом на третьего перса ешкой. Переключиться на твоего основного дамагера. И потом хреначить. Обычным ЛКМ это хороший геймплей. Я так не считаю. Мне хотелось бы разнообразия на уровне, ну, Blade and Soul. Хотелось бы, чтобы каждый персонаж имел еще хотя бы два скилла. Дополнительный стан. Атака по площади, дающая дебаф врагам. Какая-нибудь атака, дающая баф по урону всему отряду. Либо нечто подобное. Ладно, понятно. Чел реально думает, что геншин в МРПГ. И сравнивать его с игрой, которая является еще большей формилкой, ну просто безобразие. Б-б-б, ты играешь и мобильная, я бы посмотрел, как ты на телефоне бы тыкал столько скиллов. Ну извини меня, во-первых, я не играю на телефоне, я не отсталый. Во-вторых, даже создатели Blade and Soul, сделая мобильную версию своей игры, умудрились уместить туда автоматическое использование большого количества скиллов. Да, на арене там все юзается вручную в PvP, но в PvE ты можешь тыкать одну и ту же кнопку, и у тебя будут автоматически активироваться комбо. Почему бы для мобильной версии игры не сделать точно так же автоатаку, автоиспользование скиллов, а для компьютерной версии игры полноценные комбухи с большим количеством скиллов. Ну как большим, хотя бы банально, вот реально 4 скилла. Почему нет? Мне бы это добавило лично в геймплей разнообразие. То есть автор на полном серьезе говорит, что нужно ввести автобой, но забыл про то, что это опять же не MMORPG, да и куда тут вообще автобой втулить? Хотя знаете, играл я недавно в игру с автобоем, который оказался ее главным минусом. Кстати, вот если брать пример с Ведьмака, можно было бы добавить в Genshin Impact дополнительную шкалу, которая бы заполнялась во время ведения боя, пока ты наносишь удары, и после полного заполнения в течение некоторого времени она давала бы обычным атакам твоего персонажа стихийный урон. Просто вот так вот хоп, у Дилюка меч загорится, у Казухи там ураганчик какой-нибудь вокруг мечика, что-нибудь такое. Да, оно бы длилось недолго, но это бы добавляло своей некой фишки. И да, я буду еще много упоминать Blade & Soul и Ведьмака. О чем я вам и говорил. Сравнивать Genshin с вообще далекими от него играми. Ну зачем? Если есть там Tower of Fantasy, если есть Зельда, ну это было бы как минимум логично. Мне также не хватает дополнительных характеристик у мобов. Те люди, которые играли в старые MMORPG, да и в современных некоторых играх такая фишка есть. У некоторых мобов есть дополнительная характеристика в виде статуса, берсерк, невосприимчивость к магии и тому подобного. Я хотел бы, чтобы в Genshin это тоже присутствовало. Да-да-да, но в Genshin это уже есть. Просто урон мобу наносится только от элементальных атак. Да, это есть, но это немного не то, чего я хотел бы. Урон, наносящийся исключительно от элементальных атак, скорее добавляет не интереса геймплею, а дополнительного геморроя. Это исключительно мое субъективное мнение. Ну, даже если это твое субъективное мнение, я имею право его критиковать. Чувак, ты на полном серьезе хочешь превратить Genshin в ММО. Но есть же куча проблем, о которых можно сказать. А ты выбрал какой-то бред. Скучно бить элементальным резонансом. Что это вообще значит? Нет, конечно, можно при желании разработчиков сделать, как ты говоришь. Но зачем? И так, и так особой разницы нет. Если честно, играя в Genshin, я подметил, что скиллы и смена персонажей используются максимально странно. Они плохо прожимаются. Иногда перс попросту не меняется, либо меняется спустя какое-то время. Может, проблема это и пинг тоже. Кто знает, сервера-то в Genshin все логучие. Хоть ты на Европе играй, хоть на Америке, хоть на Азии. Везде у разных людей по-разному пинга скачет. То скилл может вовсе не использоваться. Ага, тут все запущено. Ну блин, я могу посоветовать автору почитать, что такое пинг, собственно. И как мы видим дальше, пинг у него действительно не маленький. Но какая претензия к игре? Как мне кажется, это уже личные проблемы этого человека. Ведь уверен, у кучи людей все окей. А в задержке замены персонажей действительно виноват только пинг. Это не я, дебил. Я слежу за откатами как переключения персонажей, так и откатами скиллов. Это оно тормознутое. Да-да-да, все нормально играют, а у одного тебя тормозит. И проблема, конечно, не в тебе. Нет-нет, это игра тормознутая. Бывает и такое, что ты уже привыкаешь к этой тормознутости игры, прожимаешь немножечко иначе, но тебя все равно перекидывает на другого персонажа в тот момент, когда еще не до конца проигралась анимация скилла предыдущего перса. То есть ты как бы и урон не нанес, ешкой которую использовал, и при этом на персонажа тебя уже перекинуло, и тот скилл у тебя в откате. И переключение персонажа уже тоже в откате. Представляете, такое бывает. У вас было, нет? Пишите в комментариях. Как я уже говорил, чел просто не понимает, что это из-за высокого пинга. Стамина. Она же выносливость. Ни одна игра у меня не вызывала желания не плавать вообще так, как Геншин. Ладно, хрен с ним с плаванием. Почему стамина должна тратиться на планирование на этом змея, на этих висюльках типа крылышек? Почему? Эта механика была взята у Blade & Soul скорее всего, потому что там абсолютно аналогичная ситуация. Только в Blade & Soul выносливость тратится исключительно ускоренный полет. Если уж копируете нечто подобное, так добавили бы ускоренный полет, чтобы тратилась выносливость именно на него. А на обычное планирование? Нет. Что за бред? Знаете, мне даже жалко людей, которые слезно доказывают, что Геншин украл кучу механик у Зельды. Нет, ребята. Все из Blade & Soul с Ведьмака. А вообще, стамина это обычная механика, и она имеет право на существование. Даже немного реализма дает. Кстати, если они реально это брали из Blade & Soul, пфу, могли бы и бег по стенам добавить тоже. Не переживай. Геншин все взял у Blade & Soul. Мертвый мир и однотипность квестов. В мире не происходит абсолютно ничего. Аналогично Ведьмаку 3, после того, как ты прошел все квесты. Ты тупо телепортируешься от точки к точке. Квесты из разряда «Там убей толпу, здесь убей толпу, потом вернись, и помоги детишкам найти какашку, которую они потеряли». Ну и тому подобное. Почему нельзя было сделать некий список случайно генерирующихся событий? Из разряда «Ты бежишь по конкретной локации, там появляется мужик с телегой, и на него экстренно нападает, и если ты ему помогаешь довести эту тележку, то тебе дает какую-то хуйню. Сделать их типа 4 штуки разные, 5 штучек, это не так сложно. И оно бы гораздо лучше разнообразило игру, и задержало бы игроков там на подольше. Люди бы бегали и искали эти случайные события. Кстати, об этом я как раз таки и говорил в ролике о проблемах геншин импакта. Но мне быстро сказали, что и как. По сути, игра мобильная. Да, она есть на ПК, но аудитория всегда будет больше именно на мобилках. И телефон игроков просто не выдержит более живое окружение. А по поводу квестов, для такой игры это довольно обычно и воспринимается как рутина. Да и подобие случайно генерируемых квестов тоже имеется. И добавить бы еще несколько дополнительных разновидностей мобов. Честно, я хочу кучу разных рас, классов мобов. Я искренне устал бить несчастных неандертальцев, которые играют со слаймами на детской площадке. Не знаю, может на момент записи роликов мобов действительно было мало, но если судить в настоящем времени, мобов очень даже предостаточно. И на каждых локациях они разные. В общем, да, человек совсем не понял того, что геншин импакт это не MMORPG. И теки по типу, игра себя долго не задержит, звучат смешно, учитывая популярность геншина и количество хайранг игроков. Также, если кто-то захочет мне сказать, что зачем ты критикуешь субъективное мнение автора, хочу сказать, что мне повезло, ведь автор сам ответил за меня. Пишите, с чем вы конкретно не согласны там в комментариях. Подведем итог. Человек совсем не разобрался в игре и даже не удосужился посмотреть ее жанр. И снял обзор. В комментах, конечно же, есть здравомыслящие люди, есть те же самые хейтеры, но видео данного Олега я вроде разобрал и сказал, с чем не согласен. Если вам понравился этот ролик, вы можете поставить лайк и также написать, нужно ли рубрике продолжение, ведь в подобных видео есть еще много, и самый интересный я приберег на потом. Также в описании вы можете найти ссылку на все мои соцсети. Спасибо за просмотр, наконец-то я могу снимать видео. Люблю вас и всем пока.